Не тот, но последствия для участников незаконных акций все же были. По теме Ярослав Красиенко. Мы им будем отрубать эти их сучьи головы столько раз, сколько понадобится. Это было задолго до первых провокаций, массовых беспорядков и столкновений с полицией. Свои намерения лидеры так называемой «несистемной оппозиции» даже и не думали скрывать. Угрозы в адрес представителей власти сыпались одна за другой. С вами будет разбираться суд линча, потому что никакого другого суда в этой ситуации уже не будет. И это им всего лишь указали на нарушения при подготовке к выборам. И когда в конце июля случился первый несанкционированный митинг, стало понятно, что именно нужно его организаторам. Выходите, чтобы добиться себе свободы. Свободы добивались безграничной и беспредельной. Полицейских сначала просто оскорбляли. Узарам, потом просили. Потом начали вспоминать их семьи. Дети, есть, помоги? Есть, конечно. Такие же жирные, как он. Ваши дети потом не скажут вам спасибо, они скажут, папа, ты мрай. Провокации становились все циничнее и изощреннее. Сотрудников Росгвардии полетели яйца. Потом куски асфальта, бутылки. Сначала пластиковые, затем и стеклянные. Да не одна, вот целый град. Саша, прикройся, бутылки летят. Сразу в нескольких местах начали прорывать оцепление. Здесь. И здесь. И вот тут. Похоже, толпа решила, что теперь можно все. В прямом эфире одного из телеканалов призывали снимать лица силовиков крупным планом и составлять базу. Аналогичную печально известному украинскому миротворцу. Они все в масках, поэтому снимать очень трудно. Протестующих пытались образумить, но это, кажется, было бесполезно. Позвольте, мои граждане, ваши действия не дошли. Росьбу подчинуть территорию. Задержанные нарушители выбивали из полицейских автомобилей стекла ногами изнутри. Росгвардейцев, которые хотели вытащить из толпы явных провокаторов, били по голове. Причем бутылками из-за спин других. Пинали, подбегая со спины из-под тяжка. Пытались повалить на землю. Снова толкали, разбегаясь, чтобы причинить максимальную боль. Вот это снято со всех ракурсов. Казалось, та самая свобода все-таки наступила. Мне приносит счастье, когда я выхожу на улицу и ощущаю атмосферу свободы. Когда я дышу и... Это Егор Жуков, столичный студент. Сейчас обвиняется в призывах к экстремизму. Ездил на уличные акции в Армению, был на американских лидерских курсах в Черногории. Многому там научился и охотно делился знаниями. Перекрытие дорог – важнейшая тактика, которая словно перекрывает движение крови по телу города. Садовое кольцо. Они до сих пор гордятся содеянным. Толпа вышла на проезжую часть и остановила движение. Такси, скорая помощь, десятки обычных автомобилей. Стояли все. На дорогу вывезли даже инвалида для хорошей телевизионной картинки. И на все один ответ. Высок! Высок! Готовиться к беспорядкам начали заблаговременно. Все технологии известны, методики отработаны. Главное средство коммуникации – социальные сети. Там распространялись видеоролики. Свободу обретают только на площадях. Тиражировались призывы, появлялись инструкции, как себя вести, как поддерживать связь, как давить на полицейских. Нагнеталась атмосфера якобы всеобщего недовольства. На Украине подобная тактика, как и задумывалось, все-таки привела к большой крови. Игорь Дмитриев видел это своими глазами. Как было на Украине, относительно небольшое число недовольных. В основном жители западных регионов, или там Киева, либеральные круги организации. Но благодаря социальным сетям их удалось выявить всех и собрать в одной точке, где казалось, что они вот, ну и есть народ. Вот, создали такую иллюзию. Под видом москвичей писали в том числе жители Мюнхена, Киева, Нью-Йорка. Молодежь воспринимала все как большую и почти виртуальную игру. Вопрос в том, что наслаждаться результатами будут те, кто это предлагает. А те, кто им помогал, те, кто был этой самой пехотой, они не получат ничего. Продумано было все, в том числе точки сбора. Возле мэрии и места для митингов нет. Тротуары и сразу дорога. Звать людей сюда – сознательная провокация. Но именно здесь можно было создать хорошую картинку, когда визуально кажется, что митингующих в десятки раз больше, чем на самом деле. Им, соответственно, в микрочатах телеграммы даются соответствующие указания, куда нужно идти и потом откуда, куда следовать. Маршруты движения тоже не случайны. Цель организаторов – постоянно оставаться в центре города. Именно поэтому Бульварное кольцо, а не другие улицы. Нужен был конфликт, столкновения. И чем их больше, тем лучше. Все, выкладывай вот сюда вот для него. Типичный мирный протестующий. А ведь всех этих погромов в центре Москвы могло бы не быть, если бы ЦИК допустил у всех, без исключения, обязанных до выборов в Мосгордуму и в прочие думы. А так получили по полной, москвичи, и получите Майданы еще. Если и дальше ваша власть будет угнетать и подавлять демократические нормы в столице вашей Родины. Да и кстати, почему в «Вестях недели» не показали такое грозное оружие оппозиционеров, как пластиковые стаканчики, от которых травмируются росгвардейцы? Судя по приговорам судов оппозиционерам. Оппозиционеры прекрасно знают, что кто здесь власть. Вовсе не они и не народ, а кучка силовиков. Так, и поэтому с вами я, болгарин Дмитриев Киселев, и мы начинаем вечерний мудозвон на сегодня. После убийства Лизы Киселевой, депутат Госдумы, рашист, фашист заявил об необходимости вернуть смертную казнь в России. В соцсетях продолжается бурное обсуждение событий 10 октября в Саратове, где 9-летнюю Лизу, кстати, по фамилии Киселева, замели в гараж и жестоко убили. Прямо около ее дома, где она жила с родителями, жители Саратова резко возмутились и потребовали от полицейских Саратова отдать им подозреваемого в убийстве для самосуда. Причем, возмутились, это еще мягко сказано. Де-факто в Саратове начался свой местный месичковый Майдан. Бунт против полицейских и следаков, которые, по версии жителей Саратова, укрывают убийцу от заслуженного наказания. И даже слово Майдан, от которого трепещут все путиноиды, путинисты, это тоже мягкое слово для ситуации в Саратове. Сотрудников полиции и следственного комитета массово на улицах города Саратова избивают, не дают полицейским эвакуировать своих раненых коллег. В Саратове начался настоящий народный бунт против власти. И вы знаете, что я редко бываю на стороне этой самой власти, на стороне полиции, но тут реально жители Саратова мешают работе правоохранительных органов. Это вам не Москва, где дубинками полиция бьет всех подряд, без разбора и незаслышанно, где говорят, ах, сука, 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 бей, 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 сука, бей, бей этих детей, молодежи себе, бей, бей, чтобы они почувствовали, в каком ёбаном государстве они живут, что пусть я съехал, я чё за твари ёбаные. Нет, в Саратове наоборот, жители Саратова мутусят полицейских, и поэтому в Саратов введены войска Росгвардии для защиты опорных пунктов полиции. И в отличие от протестов в Москве, в данном случае оправданно. Абсолютно. Поводом для убийства 9-летней дочки стал вопрос подозреваемому со стороны этой самой 9-летней дочки, а его ли гараж? А так как убийца подумал, что девочка могла сдать его полиции, так как гараж убийцы девочки захватил нелегально, и он решил от неё избавиться, демонстрируя тем самым те самые духовные скрепы, так сказать, обычного россиянина. И вы знаете, эту тему я бы вообще не комментировал, но в дело вмешался депутат, откровенный сталинист, откровенный террорист, государственный дурой думы Российской Федерации, журналист, международник, какие журналисты, такие депутаты, Евгений Патримаков, и потребовал ввести смертную казнь вновь в России. И тут уже и драка, и обсуждение как ведения смертной казни, так и в случае с этой девочкой разгорелись не на шутку. Я недаром акцентировал внимание на том, что Евгений Патримаков журналист-международник, а не криминалист, и не ведущий, например, программы «Частный детектив». Ну, тогда назывался «Частный детектив», а сейчас называется «Расследование Эдуарда Петрова» на «России-24», чьё мнение довольно авторитета в правоохранительных органах, ибо он и снутри знает, как работает система правосудия. Но Евгений Примаков, который призвал ввести смертную казнь из-за убийства девочки в Саратове и из-за погромов полицейских в Саратове, он понятия, вот эта самая, вот эта вот сволочь на экранах, понятия не имеет, что сейчас творится в наших судах. потому что он журналист-международник, а не криминал, а не тот человек, который занимается нашей проблематикой. Он не знает, что сейчас творится в наших судах, и он не сталкивался с нашей системой правопорядка. Во-первых, она разбита на три части. Наследствие МВД, следствие СКР и ФСБ. И каждый грызётся между собой за госбюджет. Идёт ли это на пользу правосудия? Конечно же нет. Безусловно. Во-вторых, суды в России полностью, тотально, зависимы от исполнительной власти. И у нас, де-факто, нет судебной ветви власти как таковой. У нас судебная ветвь власти обслуживает власть исполнительную. Президента, премьера, министров, чиновников. У нас в России массово фабрикуются дела. Подбрасываются журналистам, коллегам Примакова, наркотики. Я желаю, чтобы ему тоже наркотики подбросили. Чтобы он за свою инициативу о введении смертной казни в стране, где был 37-й год, где были массовые репрессии, где из которых из 10 миллионов человек в стране осталось только 300 тысяч. Я желаю Евгению Примакову максимально столкнуться с этой самой «правовой» системой России. А меня просто бомбит, действительно, от этой новости. В этих условиях вводить смертную казнь, это все равно, чтобы подносить спички к огню, борясь с пожаром. Памы их идет так, что 37-й год покажется просто раем на земле. Многие говорят, а как же тогда наказывать рецидивистов, вот этих вот уродов, которые там убивают и, знаю, осилуют девочек в гаражах, так сначала надо укомплектовать сточные патрули ППС и ДПС, сделать реально независимый суд, а уже потом вводить смертную казнь. А не наоборот, а иначе будут расстреливать невиновных. Депутат Госдумы Евгений Примаков лишь пиарится на фоне смерти 9-летней девочки. И это бесчеловечно, постыдно и аморально с его стороны. Именно депутата Примакова надо за это первого и расстрелять. Эту депутатскую суку. За пиар на крови. Итак, что должно поменяться в России? Чтобы смертная казнь была действительной мерой, а не как в 37-м году, когда положили кучу народу, а потом немцы дошли до самой Москвы и чуть ли не отпраздновали победу в Великой Отечественной войне. Ну, во-первых, судебная власть, как я уже сказал, должна быть не просто независимой, а должна быть чуть ли не главнее самого президента. и в случае чего решать его судьбу. А у нас скорее президент решит судьбу судей, чем наоборот. Второй момент. Судьи должны выносить действительно справедливые приговоры. а для этого наконец-таки на полную катушку на стране по любому поводу должен заработать суд присяжных. Без суда присяжных выносить справедливые приговоры, в том числе и посмертной казни невозможно. Ну и самое главное, судьи должны сажать и расстреливать депутатов от единой России и чиновников от правительства, если они действительно серьезно нарушили закон. Тогда практику расстрелов действительно можно будет распространять на всяких педофилов и детоубийц. А если этого не будет сделано, то будут расстреливать по звонку, то есть как в 37-м году, когда позвонили, черный воронок Volkswagen ФСБ приехал, арестовали, расстреляли, а потом выяснилось, что убийца на самом деле другой человек. Вспомним, когда отменили смертную казнь в стране у нас после дела Чикатило, по которому сначала, прежде чем добраться до этого самого легендарного добраться до этого самого легендарного маньяка, положили 50 человек, 50 невинных душ, ну как, ну как, с таким прекрасным образованием ГИМО, с таким действительно хорошим царством небесного отцом, можно призывать к смертной казни, а ну это просто бесстыдно, этот ублюдок Примаков, конечно, полный ублюдок. Нет, я бы еще его понял, если бы он сказал, значит, давайте реформируем суды, а потом введем смертную казнь, тогда да, а он сразу предлагает вводить смертную казнь, то есть он пиарится на крови и не более того, и ведь я же прекрасно понимаю, что если он Евгений Примаков начнет там убивать детей, то его ни хрена не расстреляют, потому что он член единой России, вот с чем надо бороться, а не с педофилами и где-то убийцами, хотя с ними тоже. Путин, да, действительно, первая тема была самой жаркой, но вы по моей интонации поняли это. Путин рассказал наконец, в каком случае российские военные покинут Сирию, давайте разберемся в его новой очередной лжи. Итак, президент Путин заявил, что все те, кто находится в Сирии не века, ну, должны покинуть страну, когда иностранные армии покинут территорию Сирии, тогда и российские войска покинут территорию этой арабской страны. Во-первых, в чем ложь-то? по определению и российские войска считаются иностранными, то есть Путин говорит о том, что если все иностранные войска будут выведены из Сирии, то и российские войска будут выведены, но российские войска тоже иностранные войска, то есть это масло масляное, то есть это самая задача, все войска будут выведены, но наши войска не будут выведены, потому что все войска не будут выведены, вот что по сути Путин И эти самые российские войска находятся по приглашению Асада, но не совсем легитимный президент в Сирии, раз при нем началась гражданская война и как минимум пол страны его страны записалась в ИГИЛ. Организация настолько запрещенная в России, что чекисты срутся унитазами в посольствах России, когда видят боевика ИГИЛ. Мы же все прекрасно понимаем другую формулу. Все уйдут, а я останусь. Поэтому никто из Сирии не уйдет. И Путин это прекрасно знает и продолжит дурить свой народ, лгать, в том числе не только своему народу, но и международным журналистам. Во-вторых, вообще российское присутствие в Сирии до войны было обусловлено тем, что как раз в Латакии ремонтировали и укомплектовывали провинции наших кораблей и подводные лодки. И это уже потом Путлер, фюрер России, решил защищать ремонтный цех кораблей в атаке от террористов. И так появилась и противника ФАЗа, и так появилась авиабаза Хмейми. То есть неважно война в Сирии или мир в Сирии, российские войска, пока у нас царь-батюшка живой и здоровый и президент, не уйдут. Ну и самое интересное, самое главное. Путин стоил пятьдесят раз подряд и только в 2018 году заявлял о выводе войск из Сирии. Он даже появлялся сам на реабазе Хмеймим, где триумфально заявил на трибуне, что Россия выводит свои войска из Сирии. И что же происходит? Путин достал 2019 год. Путин вновь на белом глазу журналистам заявляет, что российские войска будут выведены при том-то и тех-то условиях. То есть Путин постоянно врет о том, что выводит свои войска и даже не замечает. Ну хорошо, каждый человек так или иначе врет. А особенно политика, особенно президент, чекист, кровавый, гэбист. Но Путин даже не понимает, что он врет о выводе войск по сто пятьдесят раз на дню. Ну придумал уже что-нибудь другое. Ну типа, ну не можем пока вывести войска. Слишком велика армия России, да. Не можем вывести войска за три года. Ну что-нибудь оригинальное. Нет, он просто говорит, что Россия скоро выведет войска. 2017 год. В 2017 год Россия точно выведет войска. Я сказал. В 2017 год. Ну вы знаете, Россия выведет свои войска, если остальные тоже уйдут. Ну и как после этого верить президенту право-украинцы заявляют, что он хуйвод бурный, а не президент? Это еще раз доказывает, что Путин наглый лжец. И верить ему ни в коем случае нельзя. Особенно это касается граждан России. Перефаразируя одну военную переговорку, нетрудно ввести войска. Трудно потом их выводить. А особенно для Путина. Что же может повлиять на реальный вывод российских войск из Сирии? Ну прежде всего внутренняя ситуация в стране. Ну, в начале программы я показывал. Бунт в Москве, бунт в Саратове. У нас эпоха стабильности закончилась. У нас наступила эпоха, пока холодной все-таки, но потом, как знать, новой гражданской войны внутри России. Это доказывает события в Москве этого лета. События сейчас, которые разворачиваются в Саратове. И может так случиться, что путинская армия в Сирии самому же Путину понадобится внутри России. Только помни, Вова, царь, что армия может перейти и на сторону народа, и на сторону оппозиционеров, как это было в 1991 году. Реальный, а не лживый вывод российских войск из Сирии может еще начаться, когда пойдут целые эшелоны самолетов и кораблей с табличками Груз-200 и Черными Тюльпанами. Это может быть массово, я имею в виду 500 человек или 100 человек, а имеется в виду массово по 10 тысяч. Это может быть в том случае, если Путин и его войска будут помогать сирийцам и курдам защищать как территорию Сирии, так и территорию северного Курдестана от Турции. Тогда, боюсь, операций по типу НАТО, когда воюют только спецназ и ВВС, не обойдется. И тогда Путину придется вводить наземные силы в массовом порядке. Ну что такое наземные силы? Это не просто там танки, артиллерия, а срочников. Вот когда Путину придется в Сирию вводить срочников, и срочники, естественно, будут погибать, потому что идет война, тогда, может быть, Путлер и задумается о выведе войс. Но не факт, не факт, но может быть. Ну и что еще может повлиять на реальный, а не показушный вывод российских войск из Сирии? Это если как раз против Асада, союзника Путина в Сирии, будут воевать не абы какие-то террористы, а регулярные армии других стран, например, Турции. Понятно, что, скорее всего, две российские базы в Сирии Путину удастся удержать даже без помощи срочников. Но не контролируя границы Сирии, можно проиграть эту войну, как это случилось с армией СССР в Афганистане, когда армия Совка не смогла всю протяженную границу Афганистана, в первую очередь с Пакистаном, конечно же, взять под свой контроль. Так же сейчас и в Сирии, да, российские войска Хмейми, Млатаки, парочку еще городов в Сирии контролируют, бесспорно. Но все-таки, все-таки, не всю территорию Афганистана, и в первую очередь не все границы. Вот что будет, к примеру, если Турция и Ордания и еще кто-то ряд арабских стран объединятся и пойдут единым фронтом против Асада, тогда, нет, поймите меня правильно, я верю в боеспособность армии России. Но все равно трупы-то пойдут и пойдут в гигантском масштабе из Сирии. И тогда, возможно, задумаются о реально выводе войска. Но, как всегда, скажут, мы будем выводить войска в 2020 году, в 2021 году мы будем выводить войска. А на самом деле, до 2024 не будет он выводить войска. Названы случаи ненамеренной помощи США России. Очередной пропагандистский вброс газеты РУ, которым можно подтереться в кремлевских унитазах. Американское издание National Interest рассказало о случае, когда США случайно помогли России. Во-первых, положительное влияние на Россию оказывают западные санкции, которые США призывали вести, в том числе, не только против России, но и против Ирана и Венесуэлы. Эти страны из-за таких действий перешли на сторону России в вопросе поставки нефти. Чувствуете, да, помощь США экономике России? Чего не чувствуете? Почему? Россия укрепилась и благодаря торговой войне между Китаем и США. Эта война привела к тому, что Китай стал покупать доли в российских предприятиях по СПГ. Таких проектов, как Арктика, укрепив нашу экономику. Что нет, нет. Да, так оно и есть. Как пишет National Interest, американское издание, положение России крепится, стабильность сыграла России на руку. Она крепко стоит двумя ногами на рынке нефти и газа. За все это надо благодарить США. Читаешь, я еще раз подчеркиваю, американскую газету National Interest, но в переводе в газете. И прям таки думаешь, что это не газета National Interest, а газета «Правда» в СССР. А вот как дела обстоят в действительности. Санкции на Россию не судил ИРН, оказывает не положительно, а максимально негативное влияние, заставляя Россию безвозмездно и почти даром вкладываться в экономику других попавших под санкции стран. В обмен на их мнимое союзничество, которое эти страны могут и не дать, и предать в любой момент. Венесуэла просто от России выкачивает бабло за баблом. А Путин и рад. Ему мерещатся военные базы, перспективные военные базы России на территории Венесуэлы. А Иран, тем временем, несмотря на то, что у нас с Ираном очень положительные связи, иранцы судят наших граждан за что? За терроризм, за экстремизм, за наркотики? Нет! За то, что они посмели на территории Ирана молиться и исповедовать православные обычаи. Да, за это судят. И за атеизм. Так что санкции очень эффективно влияют в негативном ключе на саму Россию, на граждан и на власть. Заставляя власть Россию поднимать пенсионный возраст, вводить новые налоги с граждан, повышать цены в магазинах и понижать пособия. Ну и вершина на торте вводить четырехдневную рабочую неделю, вместо и неполный рабочий день на фабриках и заводах, вместо пяти рабочей недели. Так что, как видите, западные американские санкции действуют максимально эффективно, как бы кому ни хотелось, против экономики России. И это, по мнению National Interest, позитивное влияние США на Россию. Раз это позитивное влияние США на Россию, то я тогда балерина Большого театра. И завтра у меня спектакль. Затем торговая война между США и КНР, которая якобы выгодна России, так влияет на Россию, что Китай действительно массово вкладывается в российскую экономику. Но не в СПГ, а в землю, в землю как таковую и в наш лес, который китайские лесорубы при помощи наших рубят и рубят. И скупают наш кругляк. То есть, китайцы действительно вкладываются в российскую экономику, но не в высокотехнологичные предприятия, а в сырьевые. С целью получения максимальной прибыли и выгоды. Но что для китайцев хорошо? Для русского смерть. А если имеются в виду сельскохозяйственные, сельско-заготовительные предприятия, то смерть в прямом смысле. Ибо без лесов просто мы задохнемся. И уже, уже от действия китайских, так сказать, инвесторов в России вдоль дороги, вдоль дорог, остается вместо положенного гигантского леса, остается маленькая лесополоса для видимости, что в России все-таки еще есть лес как таковой. Хотя на самом деле его давно спилили китайские лесорубы и наши лесорубы, которые работают на китайцев. Вот что такое, по мнению журнала National Interest, вклад Китая в российскую экономику, такой вклад Китая в российскую экономику нам и даром нахрен не нужен. Российский рынок массово забит китайским ширпотребом и копиями американских гаджетов и машин, которые при малейшем ДТП превращаются в гробы на колесах. Ну и чисто такой понтовый осадок в торговой войне воюет первая экономика мира со второй за право доминировать во всем мире. Не важно, кто первый, кто второй, США или Китай. Ну а где экономика России? Где? Вологде, где, где, где? Вологде, где? Ее просто не осталось. И по мнению National Interest, это хорошо для России. Ну нормально вообще, ничего не скажешь. В этой газетенке, это что верно как и для National Interest, так и газете RU, сидят люди, которые работают и мечтают о коммунизме в самих Соединенных Штатах. Журналисты National Interest вещают как раз на таких известных с точки зрения объективной информации, как Russia Today и на Первом канале. А у нас это выдают за действительно супер-купер-мега-аналитиков. И действительно США помогают России, сам от того не подозревая. Нет, нет. Трамп, Трамп действительно помогает России, но по другому поводу, потому что он наш агент, завербованный КГБ еще в 85-м году. Но не правительство США, не США как таковое государство. Оно, конечно же, нам максимально мешает. И оно сковывает наше тело движения в Украине, Сирии и в самой России. Народ просто от западных санкций наш беднеет. А наши власти ничего с этим не могут сделать. Так что США не помогают России, это уж точно. Трамп, да, но это отдельная история. Запахло штрафом. О, как запахло штрафом. О, я даже себе представил. Запахло штрафом и говном. Из Госдумы. Родителей курящих детей предложили наказывать рублем. Введение новой нормы в КОАП уже обсудили в правительстве. Норма может быть закрепленная в правительстве уже в 2021 году. То есть через год. В России курят около 10% подростков. Ну, не знаю. 10 лет назад, как раз когда я учился в школе, смолило больше человек, чем 10%. Наверное, не учитываются электронные сигареты. Однако, эксперты полагают, что сначала надо поднять цены на сигареты и сделать доступнее правильный досуг школьников, а уж потом вводить запреты. Документ о штрафах родителей курящих детей разработал и подписал министру внутренних дел Колокольцев. Он же отдал приказ Роспотребнадзору отправить обращение в Минюстерев с просьбой ввести новый побор с граждан, у которых есть дети. Ибо по новому кодексу за курение своих чат светит штраф в 5000 рублей, а при повторном нарушении арест на 15 суток. Сейчас кодекс предполагает наказание самим подросткам, если они курят в непосредственно в прилегающих местах около школ. Это, кстати, уже привело к тому, что школьники не стали курить около школ, а стали в открытую дымить на остановках общественного транспорта. Молодцы, как всегда, все продумали. В кавычках. Так вот, сейчас по нормам с подростков и с их родителей можно сделить штраф за курение в неположенном месте 500 рублей. По новому кодексу предполагается вообще подростку запретить курить в любых местах под страхом ареста его родителей. Что, правда, делать с теми подростками, которые рады бы бросить, но у них уже сформировалась никотиновая зависимость, законе не сообщается. Да и к тому же я служу по себе. Родители навряд ли, особенно сейчас, без всяких штрафов, поощряют курение своих детей. Где дети первый раз дымят? Правильно, там же, где подростки в первый раз и матерятся в школе. Причем это, так вот не скажешь, что то, что подросток матерится и курит, это вина директоров школ и за общей. Они-то как раз за курение в школе гоняют подростков. Это вина прежде всего классного руководителя, который не объяснил или до конца не вразумил подростка, что курение вредно для его же организма. Ибо классный руководитель слишком занят проверками, тетради и отчетами, а не воспитанием. А ведь классный руководитель, вы думаете, да, не просто учительница, а классный руководитель, именно он должен воспитывать. Но, но, нет, 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 нет. Классный руководитель занят подготовкой своего класса к ЕГЭ и ОГЭ, к экзаменам, а не воспитанием и не тем, чтобы подросток подотчетный, как бы ему вел здоровый образ жизни. Так что в этом, в том, что подростки курят, а иногда и принимают наркотики, виновата школьное общество, то есть друзья, одноклассники, которые посадили ваше чадо на сигарету. А то иногда и на иглу. И вот вместо того, чтобы разбираться с тем, что происходит за школой, около школы, где, пардон, творится полная аморалка, и где ваше чадо морально разлагает общество, и где учителя бессильные, вместо того, чтобы с этим разбираться, МВД на вас, на родителей, перекладывают всю заботу о нравственности в российских школах и университетах. И за вас за это хотят жестко спросить. Ну действительно, а если вы не давали сигарету, а какой-нибудь одноклассник дал закуить вашему ребенку, то все равно получается, что вы виноваты, а не он. Мне кажется, что это немножко несправедливо, по-новому, как бы, правило в Коапе, которое ввело МВД, ну, хочет ввести. К тому же, если наказывать родителей рублем за курение своих детей, то тогда просто станут меньше рожать, опасаясь репрессий со стороны государства. В МВД не думали и не думают про то, что чаще всего подросток курит как раз таки не дома, где он за это может получить люлей от родителей, а в школе и около нее, к тому же, новые поправки в Коап. Учись, какие-то терки с полиции, могут стать и еще одним инструментом давления со стороны права охренительных органов на вас же. Давайте еще шире взглянем на проблему курения подростков в российских школах. Дети учатся, матерятся, бухают, курят травку, на уроках. Этому, конечно, на уроках учителя сами не учат, но за них делают это одноклассники. И вот в этом действительно проблема. Проблема в том, что аморальный образ жизни гражданина Российской Федерации начинается со школьной парты, а курение – это лишь форма проявления аборального способа жизни. У нас не просто куют, у нас перекуривают. То есть курение воспринимается не как что-то негативное, а как дополнительный повод отдохнуть. Вот с чем надо бороться. А то, что сейчас решили там в МВД начудить, это лишь набалит, а злобит подростков на власть и спровоцирует их на новые Майданы, которые были в Москве этим летом. Что у нас там со записью? Идёт, идёт. Отлично. В Кремле прокомментировали статью Суркова, главного политрука страны, о путинизме. В ранее в журнале актуальные комментарии открылась новая рубрика «Путинизм». «Путинизм – это глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А я-то, старый дурак, подумал, что так называется сталинизм, диктатура, а тут вот оно чё. Лайфхак, оказывается, это политический. Ну, не знал, не знал. За эту статью под непонятно какими принятыми веществами Суркова пришлось отдуваться Пескову. Пресс-секретутки путинизма. Он заявляет, что Кремлю не нравится слово путинизм и политический лайфхак. Они даже не знают, что это означает. К слову, Песков не знает, что такое политический лайфхак. Но если это провоцировать, проецировать на путинский режим, то есть чёткое определение, дать политическому лайфхаку, это манёвр, при котором президент страны формально отвлекается от высшей госдожности, не меняя конституцию и законы своей страны, поставив на пост президента опять-таки формально своего преемника. Но на самом деле всего лишь место блюстителя на 4 года. с тем, чтобы именно место блюститель изменил демократические нормы внутри страны, удвоил срок пребывания на посту президента. где формально главой страны становится не президент, а премьер-министр. Вот что... и то лишь на 4 года. Вот что такое политический лайфхак Суркова. То есть это фактически лазейка, которую президент страны воспользовался в конституции, дабы де-факто оставаться у власти. Целых 20 лет. Этим лайфхаком уже воспользовались на международной арене Турции, да, президент, премьер, а потом вновь президент Эртоган. Нечто похожее было у Наполеона, когда вроде бы его заточили на острове, а потом он триумфально вернулся в Париж. И его пришлось повторно свергать. Политический лайфхак Суркова. Это попытка остаться у власти диктатора с законными методами. Диктатора, конечно, не Суркова, а его начальника. И начальника Пескова. Без переписывания чего-либо. Только есть одна проблема. Народу, как правило, надоедают такие диктаторы и такие путинисты, как Сурков. И они устраивают революции и бунты. А потом и начинаются гражданские войны. А затем и мировые войны с применением тактического ядерного оружия. Так что нам такие лайфхаки не нужны. Они слишком дорого обходятся для нашего государства. Тесные люди не будут искать лазейку в законе, чтобы де-факто оставаться у власти в том или ином качестве. Это логика и психология мошенника, которые у нас в стране засели на самом верху. Вот что такое путинизм на самом деле. Теперь более так. И еще путинизм – это нарушение демократических норм в своей стране, которые приводят к авторитаризму и к культу личности. И Сурков про это определение – это определение из самой открытой, приоткрытой Википедии. Что такое путинизм? И Сурков не мог про это не знать, что слово путинизм и определение его уже дан Википедии в негативном ключе. Так что, возможно, это троллинг со стороны Суркова, Пескова и самого вождя. Парди и знаю, как говорил доктор Бэков-Интернер. Однако Сурков вводит этот термин в высший политический лексикон власти. Не случайно он попытался похабное слово путинизм обелить и выдать за гениальную русскую идею. Молодец! А то вы такие тупые и это понять не могли. Есть еще одно определение путинизма, более конкретно. Его дал Константин Римчуков, главный редактор Московского комсомольца. Вот что такое путинизм, по его мнению. Цитата. Путинизм – это система и практика власти на территории Российской Федерации, в основе которых лежит опора на силовые структуры преимущественно чекистского типа в скобках ФСБ, ФСО, ГРО, СВР, у которых помимо непосредственно служебной функции есть материальный интерес и полномочия для решения вопросов с бизнесменами и в свою пользу. Записали? Нет? Тогда Сидоров в доске. Ха-ха-ха. Более четко и не скажешь. Теперь осталось Суркову написать и ввести такие понятия в лексикон высшей власти, как кримнашизм, расшизм, но путинизм уже вёл, путиноид, и всё это написать в ту же газету. Актуальные комментарии Четвёртого Рейха. С тем, чтобы засунуть глубинный народ по определению Суркова ещё глубже в задницу путиноидов и самого верховного самогерства царя-бочишка всей России Путина. Я просто тащусь от путинизма. В кавычках, конечно же. Эксперт онлайн. Так. Здравоохранению пропишут госкорпорацию. В медицинском сообществе бурно обсуждают идею кого? Путина о создании новой госкорпорации здоровья, которая по проекту нашего вождя, именуя региональные Минздравы, будет выполнять роль государственного подрядчика по обеспечению и развитию здравоохранения и других национальных проектов внутри России. Вот цитата самого российского фюрера. На форме Россия страна возможностей госкорпорация здоровья должна быть более эффективной, чем административная система управления, как раз эти самые Минздравы. Вот, например, госкорпорация Росатом. Она была создана в 2007 году взамен Агентства по атомной энергетике России. Росатом работает более эффективно, чем Агентство по контролю за атомные энергетики. В таком варианте, как Росатом, Министерство атомной промышленности России работает достаточно эффективно. Росатом занимается контролем и проверкой АЭС. И также строит новые атомные электростанции. Конец цитаты. Отвечаю сразу на реплику нашего дорогого фюрера Хай Путин. Про Росатом. Ну, так оно так, конечно. Росатом нельзя назвать неэффективной госкорпорацией. Правда, все равно есть нюанс. Понимаете, Росатом сам строит ядерные объекты и сам же их проверяет. А если допустить хотя бы на минуточку, что Росатом не будет проверять или будет проверять, но не будет докладывать о результатах проверки президенту, дабы не полетели головы. Чувствуете, чем пахнет? Чернобылем от HBO и новым Чернобылем уже без всяких сериалов. В Атказовске уже полный тотальный Чернобыль. Там взорвалась, как мы с вами знаем, ракета с ядерным двигателем. Хорошо, хоть не в самом городе взорвалась, а в области. Ну, как можно допускать в России саму эту идею? Я не про госкорпорации. Я про то, что они сами у себя будут проверять. Это же ведет к полной заднице набитой радиации. У нас сегодня программа, у нас сегодня вести недели, у нас сегодня вести недели все через задницу Путина творится. Но вернемся к госкорпорации здоровья, которую планирует Путин создать. Сейчас, когда есть Минздрав, как бы там Кварцова не утверждала, что хорошо все у нее. Минздрав не может указать регионам, кого и как лечить. В регионах низкий уровень подготовки врачей, в это я не верю. И низкий уровень подготовки управленцев, в это я поверю охотно. По мнению издания «Эксперт онлайн», лишь 20 субъектов в Российской Федерации, то есть 20 областей, способны полностью реализовать нацпроект здоровья и медицина, а также майские указы президента. В 50 регионах здравоохранения управляют откровенно неквалифицированные люди, которые даже близко нельзя подпускать к больным. Однако, в случае создания места Минздрава госкорпорации здоровья, не совсем ясно, будет ли она взаимодействовать со страховыми компаниями, и кто будет проверять саму госкорпорацию здоровья и ее контролировать. И как вообще эффективно расценивать ее будущие гипотетические расходы на медицину? Пока это еще не реализованная идея, уже привела к тому, что врачи получили дополнительную нагрузку, а их численность сократилась в разы. Идею еще не успели реализовать, а тут такие уже последствия налицо. А у кого геморрой, у того и на заднице. У меня же идея создания в России госкорпорации здоровья вместо Минздрава будоражит ум немножко по другому поводу. Будущая госкорпорация здоровья, которую никто не будет контролировать, судя по всему. Она мне напоминает, что кого? Правильно, вымышленную государственную корпорацию. Амбрелла в серии фильмов и игр. Resident Evil. Обитель зла в переводе. Вот я ни за что бы не подумал, что Путин у нас в России хочет создать амбреллу. Но похоже так оно и есть. А председателем госкорпорации амбрелла наверняка наш президент сделает человека по фамилии Вескер. К примеру. А действительно, слишком много евреев у нас управляют госкорпорациями. Напомню, что в серии игр и фильмов обитель зла госкорпорация Амбрелла, которую хочет создать Путин в реальной жизни, занималась недынием широких спектров лекарственных средств. А также разрабатывала биооружие. По сюжету обитель зла, действие сотрудников госкорпорации Амбрелла привело к массовому заражению Т-вирусом одного из крупных городов США. В результате чего правительству США пришлось уничтожить город, где базировалась одна из штаб-квартир госкорпорации Амбрелла при помощи ядерного оружия. Но это сюжет фантастического фильма и компьютерных игр. И не более того, у нас же Путин на белом глазу, на чёрной веке, честно-пречестно заявляет о создании такой госкорпорации по типу вымышленной Амбреллы, как в Resident Evil. Я, тут признаться, от этого оформил. То есть, думайте, будет создана медицинская корпорация в России, которую никто не будет контролировать. Но если это не Амбрелла, то я не знаю, что тогда Амбрелла. Будет называться у нас страняная по-другому, госкорпорация здоровья. Но по типу Амбрелла она будет создана. Это просто возмутительно. Притом, хотя бы пусть наш любимый фюрер посмотрит, к чему создание медицинской госкорпорации уже и сейчас, без всяких фантастических фильмов, привело в самих штатах. Вот, например, взять госкорпорацию Массанта, которая занимается сельским хозяйством. Понятно, как она занимается, да? Выращивает пестициды, травит самих жителей Соединенных Штатов. Наша госкорпорация здоровья будет тем же заниматься, но уже не химикатами, а непосредственно лекарствами. То есть вот она, вот действительно, Путин решил, сбрендил с ума окончательно и решил создать Амбреллу. Реальную Амбреллу у нас в стране. Комментарий у меня больше нет по этому поводу. Надеюсь, будет в ней служить аналог Милы Йовович, который и надерет задницу и Путину, и председателю этой самой новой госкорпорации, которую хочет создать Вова, царь Владимир Владимирович. Углеродный спор. То, о чем я думал, и то, о чем писал, получило подтверждение. Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату не с целью сохранения лесов, рек и озер, не с целью предотвратить вредные выбросы внутри государства, а с целью наживы наших чиновников на граждан, опять. Так, Министерство экономическое развитие предлагает установить максимально допустимый объем выброса парниковых газов для предприятий 150 тысяч СО2 на квадратный метр. В случае, если предприятие превысит эту квоту, то с 2025 года предприятие будет обязано выплатить штраф. Кому? Правильно. Не предприятию паркам и скверам, не предприятию Россельхознадзору, которые следят и за лесами, и за горами, и за парками, и скверами, а предприятие будет в этом случае платить Министерству экономического развития, который, естественно, на озеленение даже не будет думать о том, что надо тратить деньги, и не будет следить за экологией, а будет заниматься покупками новых квартир, шубохранилищ и Мерседес. Чиновникам Минэкономразвития в первую очередь пойдет самый углеводный сбор предприятий, а не на развитие экологии и лесов внутри России, ну, лесов и парков со скверами. Да уж, но вы уже понимаете подмену понятия, где на самом деле борьба за экологию, а где попозгражены бизнесменов. Бизнесмены уже заявили, что с учетом того, что тепло полностью тарифицируемый вид энергии, введение углеродного сбора, прикрываясь к конвенции по климату, который подписал Медведев и к ней присоединился, приведет к росту тарифов за ЖКХ. Раз. Два. К повышению цен на продукты. Три. К росту тарифов на транспорт. Мда, РЖД, Аэрофлот и на маршрутки. То есть, кто будет платить за зеленую экологию России? Правильно, вы все. И не важно, что у вас денег нет, и вы держитесь. А экология будет от этого углеродного сбора фиолетового. Потому что предприятиям будет проще заплатить углеродный сбор, чем вести безвредное производство у себя на предприятиях так называемым нулевым выбросом атмосферы у вредных веществ. И вновь, как всегда бывает в России, хотели как лучше, а получили рост тарифов для населения и новый налог. Причем совершенно очевидно, что если предприятие заплатит углеродный сбор, но при этом выбросит в атмосферу одновременно 150 тысяч кубометров СО2 и прочих химикатов, то сама идея штрафов за вредные выбросы теряет всякий смысл. Ну хорошо, предприятие выбрасывает там вещества вредные в атмосферу. Приходит чиновник там, предприятие платит ему за это штраф. Все. Дальше предприятие как выбрасывает вредные выбросы, так и будет выбрасывать. Но только теперь в два раза дороже из-за этого самого углеродного сбора. Но не мудак ли орешкам после этого? Он хочет новые налоги ввести для того, чтобы сотрудникам его министерства хорошо сживалось. И плевал он на всякую там экологию, на зеленые деревья или са внутри России. Давно уже министерство экономического развития превратилось в министерство экономического развала внутри России. Не штрафы нужно вводить, а как раз строить и модернизировать предприятия. В общем, тема экологии, она для богатых стран. Там можно себе позволить прослужить на эту тему вводить и ветряки, и дорогущие батарейки на солнечной энергии. А для такой бедной, никчемной и ужасной страны, как Россия, даже если закрыть все предприятия с выбросом СО2, ничего с экологической точки зрения не изменится. Почему? Ответ очевидный, не в предприятиях дело. Беда России с экологической точки зрения вообще стоит в другом, не в выбросах вредных предприятий, а в том, что пилят нагло леса, не восстанавливая их, и загрязняют реки. Вот здесь действительно беда для экологии России. И действительно надо подумать о том, что для ГЭСов и для лесорубов надо вводить этот самый углеродный сбор. Но на предприятиях он ни к чему хорошему не приведет. Как предприятия выбрасывают вредное вещество, так и будут. Только теперь это обойдется в копеечку для самих россиян. Ну и еще одна такая важная тема. Несмотря на то, что действительно предприятия загрязняют там атмосферу России, леса, которые еще не все попилили, но все-таки предприятия такие трудные, они обеспечивают работой граждан. Как только предприятия под соусом борьбы за экологию закроются, то такие города, как Норильск, Челябинск, они просто опустят, потому что там людям негде будет работать. И поэтому, еще раз, надо думать не об углеродном сборе с предприятий, не о новых налогах, а о том, как эти предприятия просто не дымили, при этом не закрывав их, а просто переводя их на новые технологии, которые действительно энергосберегающие. Но тут тоже большой вопрос, какую технологию считать энергозаберегающих. Вот, например, мусоросжигательный завод, он, с одной стороны, как бы позволяет делать того, чтобы луга не были забиты свалками, а с другой стороны, он выбрасывает в атмосферу вредные выбросы СО2. Поэтому, пока ведется спор между учеными, лучше предприятия не трогать. Ну а Орешкин хочет наживаться, ведь ему давай бабла. И в этом плане у нас действительно засело антинародное правительство. И молодежь, которая вышла этим летом на митингах в Москве, которую до сих пор обсуждают, и в вестях недели на первом канале я видел сюжет, они прекрасно понимают, что правительство антинародное, антигосударственное, и такое им правительство не нужно. Но, к сожалению, власть не они, а власть у других людях. На этом все. Спасибо за внимание. Пока. Прекрасная погода стоит в октябре. Пока.